МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на восьмом, а значит, в ближайшие полчаса все о главных событиях и жизни Владивостока. С вами я, Марьяна Яцкевич, и вот что произошло в нашем городе к этому часу. Судьбу косаток и белух из китовой тюрьмы должны определить лучшие умы академической науки. Первые решения уже приняты. Если мы не действуем так быстро, как мы должны действовать, то будет больше и больше проблем с их здоровьем. Серебряные волонтеры помогают слабослышащим детям адаптироваться в жизни и учат кулинарному искусству. Любого человека нужно научить каким-то навыкам, и это все в жизни все равно пригодится. Стань чемпионом во Владивостоке. Уникальный проект тестирует детей на предрасположенность к спорту. Конечный результат сейчас выдает человек с помощью программы. В последующем выдавать результат будет машина. Также в выпуске знаменитый граффити с дальневосточным леопардом доживает последние дни. Снос корпусов бывшего ДВГТУ идет быстрыми темпами. И еще расскажем. Поезд с трофейной военной техникой «Сирийский перелом» прибудет во Владивосток в последних числах марта. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Еще в 13 муниципалитетах Приморья в пятницу 15 марта официально открыт пожароопасный сезон. К 20 городам и районам, где сезон стартовал в феврале, добавились Арсеньевские, Дальнереченские и Лесозаводские городские округа. Анучинские, Дальнереченские, Кировские, Красноармейские, Октябрьские, Пожарские, Спасские, Черниговские, Ичугуевские и Яковлевские районы. Таким образом, пожароопасные сезоны официально открыты в 33 муниципалитетах. В 11 муниципалитетах действует особый противопожарный режим. Тем временем на территории Приморского края выявлено 11 тепловых аномалий. А с начала года на землях лесного фонда Приморья зарегистрировано 260 лесных пожаров. Глава региона поручил усилить патрулирование территории с воздуха для скорейшего обнаружения лесных пожаров, в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов. Напомним, что на время пожароопасного периода жителям края запрещено разводить в лесах костры, бросать горящие спички и окурки, стекло, курить или пользоваться открытым огнем, выжигать сухую траву. Сообщить о пожаре можно по единому телефону 112. Из-за малоснежной зимы экстремальных паводков весной в регионах Дальнего Востока не ожидается. Снега в Приморье в равнинных местах не было. На хребтах Сехоте и Алине не более 40% от нормы. По прогнозам синоптиков, в Приморье максимальные уровни половодия ожидаются в конце апреля-начале мая. Даже ледовые заторы, которые могут образоваться быстро, сойдут и не вызовут наводнений. Введенный в двух районах Приморья карантин из-за эпидемии ящера отменен. Власти сняли ограничения в Михайловском и Октябрьском районах Приморья. Планируется, что вскоре будет отменен карантин в Уссурийске, Спаске-Дальнем, Лесозаводске и Спасском районе. Отмечается, что все очаги заболевания ящером в Приморье ликвидированы. Чтобы предупредить вспышки заболевания, вакцинация восприимчивых животных теперь будет проводиться круглогодично. Места скопления подростков проверили в Приморье. Сотрудники полиции совместно с общественниками проверили более 500 мест концентрации несовершеннолетних и выявили 138 опасных мест. Это заброшенные здания, открытые чердачные помещения, канализационные люки и теплотрассы. В органы исполнительной власти направлено 20 информационных писем и предложение по устранению свободного доступа к указанным помещениям. За неделю в территориальные отделы полиции доставлены 68 несовершеннолетних, в том числе четверо по подозрению в совершении преступлений. 33 подростка, совершивших административные правонарушения, и 18 детей, самовольно покинувших места постоянного пребывания и находившихся в розыске. Этих детей вернули в семьи и социальные учреждения. Также полицейские посетили более 800 семей, состоящих на профилактическом учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Им напомнили об ответственности за содержание и воспитание детей. Сотрудники полиции рекомендуют ежедневно общаться с ребенком, интересоваться взаимоотношениями в классе, с друзьями, выслушивать и говорить с ним. И главное, никогда не стоит использовать в отношении ребенка физическую силу. В субботу, 16 марта, на набережной Цесаревича состоится пикет в защиту косаток и белух из китовой тюрьмы под находкой. Организаторы согласовали его с администрацией Владивостока. Цель пикета – привлечь внимание граждан и властей к проблеме безнаказанности лиц, которые держат животных в тесных загонах в бухте Средней. Тем временем, известная уже на весь мир китовая тюрьма продолжает свою работу. А решить судьбу косаток и белух теперь поручено консилиуму ученых из четырех академических институтов. Подробнее расскажет в рубрике «Тема недели» наш корреспондент Дмитрий Беломеснов. Консилиум ученых направит группу специалистов в бухту Средняя, где в течение 10 дней им предстоит дать заключение о здоровье косаток и белух и об условиях их содержания. Но уже сейчас известно – не все животные будут выпущены на волю. Часть из них может отправиться в океанариумы. По итогам экспертной оценки их планируют разделить на две категории. В первую войдут косатки и белухи, которые могут быть выпущены в естественную среду обитания. Во вторую – животные, в отношении которых будет принято решение, что выпустить их нельзя. Для них разработают планы адаптации, дрессировки и рекомендации по передаче млекопитающих в организации, специализирующиеся в культурно-просветительской деятельности, связанной с морскими млекопитающими. Разговоры о переводе животных куда бы то ни было пока снимаются с повестки. При этом речь на совещании в утвердительной форме шла о том, чтобы расширить вольеры, в которых животные находятся сегодня, нужно уменьшить их скученность. Но ясно одно – косаток и белух из китовой тюрьмы не перевезут в бухту Парис возле острова Русский, как предполагалось. Ранее приморские ученые уже отмечали, что место выбрано неудачно. Бухта Парис расположена близко к городу. В воде много мусора, в том числе нефтепродуктов от судов. 11 китов-косаток и 87 дельфинов-белух полгода живут в центре адаптации под находкой. Журналистам сотрудники центра рассказали, что их подопечные чувствуют себя нормально. Когда их привезли, они были совершенно дикие и к рукам не подходили. Сейчас же это животные, которые очень активно подходят к рукам, очень активно взаимодействуют с человеком. Однако на фотографиях зоозащитники увидели, что у некоторых животных кожа поражена инфекционными заболеваниями. Они считают, это результат переохлаждения. Чтобы согреться белухам и косаткам, надо много двигаться. А в тесных вольерах это невозможно. Содержатся они в отвратительных условиях. Это очень маленькие загоны сетчатые, напихано по 15-12 детей, которые буквально друг на друге вынуждены находиться. О китовой тюрьме говорит весь мир. Не обошли эту тему стороной и на радио Лема. В гостях у журналиста Андрея Калачинского побывала его знаменитая коллега, журналист и писательница Лора Белоиван. Она также является руководителем центра реабилитации морских млекопитающих «Тюлень». Лора Белоиван лично видела условия, в которых содержатся морские животные. Морскому млекопитающему невозможно создать хорошие условия в банке с водой, говорит она. Любой бассейн, любой резервуар для них тесен. Они в природе, шутя, проплывают сотню километров. Просто чтобы поболтать со знакомыми. Задача этой базы – это адаптация животных к неволе, которая предполагает еще и раскорм. В том числе раскорм. Слово «раскорм» какой-то не русский. Это термин. Потому что животные, взятые из природы, не будут есть мертвую рыбу. Тем более белушата, которые половина из них молочного вскармливания еще, их отняли у самок. И их нужно научить есть рыбу, рыбу дохлую причем. В спасении косаток и белух могут принять участие и зарубежные специалисты. Губернатор Приморья обратился с просьбой о помощи ко всем океанологам мира. Французский океанограф Жан-Мишель Кусто записал видеообращение, прокомментировав ситуацию с китовой тюрьмой. По его словам, нужно действовать быстро, иначе здоровью животных будет нанесен еще больший ущерб. Он оценивает ситуацию как критическую и готов помочь. Мы провели эту опыт в прошлом, и благодаря государству Россию мы были пригласены, чтобы помогать им и помогать им. И это мы хотим сделать, чтобы сделать все, что мы можем, чтобы обратить эти животные, обратно, к которому они были capturены. Напомним, в России вылов косаток и белух для последующей продажи запрещен, но можно получить квоту на их добычу с культурно-просветительскими целями. Руководители двух частных компаний, которые выловили этих животных, утверждают, что все сделали без нарушений закона. Это был заказ собственников океанариумов в Китае. Деньги по контрактам уже получены. А тем временем утверждено обвинительное заключение по уголовным делам о махинациях на 13 миллионов рублей при отлове косаток, фигурантами которого еще в 2017 году стали экс-глава Тинродцентра в Приморье Лев Бочаров и двое его подчиненных, сообщает Генпрокуратура России. Дмитрий Беломеснов, Евгений Апарин. Новости на восьмом. Новости на восьмом. Новости на восьмом. В рядах Красной Армии против банд Калакова и Органова, а дальше против японских антрихов. В самой посещаемой библиотеке Приморья, как всегда, немало гостей. Сегодня здесь проходит очередное мероприятие. События в Буке всегда расписаны на месяц вперед. Современное название и огромную популярность библиотека имени Пушкина приобрела буквально сразу после реконструкции в 2016. В первой молодежной можно найти любую интересующую литературу. Все от классики до графических романов и комиксов. И не только. Мы единственная библиотека в регионе, в которой есть такие шаги. Это позволило нам на 30% увеличить книжный фонд, потому что до этого там стоят русские обычные дляиспешные стеллажи. Это хабаровское изобретение. Помимо бумажных книг, посетители библиотеки могут бесплатно пользоваться такими крупными онлайн-сервисами, как Литрес и Букмейт, и интернетом. Часто посещают Бук иностранцы. Нередко в библиотеке проходят акции международного уровня. Здесь есть и уголок южнокорейской литературы, а совсем скоро появятся и издания Северной Кореи. Так Бук станет первой в мире библиотекой, где рядом будут представлены книги обеих республик. Без библиотеки вообще никак нельзя. И не только мне. У меня все мои друзья, все мои знакомые, они все здесь. Все с этого района? Нет. Приезжают из Чайки, из другого района. Ну, в смысле, он советский район Чайка, но все-таки Чайка. В отличие от Бука, библиотека имени Чехова ориентирована именно на читателей старшего поколения. И в будние дни, и в выходные здесь не бывает пусто. Олег Гуменюк пообщался с персоналом библиотеки и ознакомился с электронной системой единого учета читателей и книговыдачи. Здравствуйте, дети. Это наши партнеры. Здравствуйте. Как вам нравится ходить в библиотеку? Да. Следующая точка маршрута – библиотека номер 17 на улице Иртышской. После ремонта здесь появились три зоны – тайга, горы Сихоте-Олинь и море. А еще потолки с фотопечатью «Приморского неба». Еженедельно здесь проводят встречи для детей и подростков. Особой популярностью пользуется школа шахмат. Это же удивилось, приезжает с Артемом. То есть у нас дана реклама нашим шахматам на нашем сайте. И люди привозят детей в зал полный. В субботу в три часа зал полный. 15-я библиотека в районе Тихой тоже очень популярна у горожан. Сложность в том, что вместить всех читателей в ее залах невозможно. Среди проблем также отсутствие аварийного выхода. Библиотека занимает цокольный этаж многоквартирного дома. Олег Гуменюк поручил профильному управлению найти в микрорайоне новое помещение. Это опять же направление работы любой администрации, которая должна знать, что хочет наш житель и самое главное – дети. Финальная точка маршрута – библиотека номер 8 в микрорайоне Змеинка. Здесь проходил мастер-класс для школьников и открытие выставки картин. В 2016 году провели капитальный ремонт. Теперь здесь есть кинозал, лекторий и галерея. Я хочу пояснить все библиотеки города Владивостока, даже потому что я сегодня был не только в самых красивых библиотеках, но и те, которые люди содержат, достойно содержатся в том уровне, на котором это возможно. Сегодня в библиотеке города записаны более 80 тысяч читателей. Библиотечная система Владивостока занимает четвертое место в России. Ее опередили Москва, Санкт-Петербург и Красноярск. Анна Бережная, Новости на Восьмом. Тяжелая техника быстрыми темпами сносит здание ДВГТУ на Орлиной сопке во Владивостоке. Стена, на которой размещено огромное граффити с леопардом, пока остается нетронутой, но может рухнуть в любой момент. Напомним, учебные корпуса ДВГТУ, спортзал, учебный центр по деревообработке и молодежный центр ранее попали в список подлежащих списанию и сносу. Общая площадь помещений – 20 тысяч квадратных метров. Планируется, что на месте уничтоженных корпусов бывшего политена возникнет один из четырех новейших музейных выставочных комплексов, создать которые решено в Владивостоке, Севастополе, Калининграде и Кемерово. Граффити с изображением самой редкой крупной кошки планеты создал южноафриканский художник-графист Сони в рамках всемирной акции в защиту редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных под названием «До костей». На создание рисунка с пятнистым хищником у Сони ушло семь дней. Если не считать времени на эскиз и подготовку стены, начал работу художник 1 августа 2017 года. Всего на рисунок он израсходовал 240 литров краски. Перед презентацией своего творения стрит-артифт в левом верхнем углу изображения оставил свой фирменный автограф. Кстати, процесс создания этого шедевра стрит-арта снимала в 2017 году и группа 8 канала. Архивный сюжет в преддверии того, как огромное граффити исчезнет в обломках, предлагаем посмотреть прямо сейчас. Нью-Йорк, Торонто, Лондон, Дели. Список городов, которые стали частью уникального арт-проекта известного южноафриканского художника Сони, пополнил Владивосток. Название «To the bones» в переводе с английского «из икада костей» как нельзя лучше отражает суть и обозначает главную цель проекта. С гигантских граффити на людей пронзительно смотрят находящиеся на грани исчезновения животные – лев, тигр, горилла, медведь, слон. Напоминать о глобальной проблеме жителям и гостям Владивостока будет дальневосточный леопард. Работу над изображением уже начали на самой известной видовой площадке города. Я думаю, это идеальное место. Каждый день здесь очень много людей, и я уверен, что все они будут обращать внимание на изображение. А также с этого места леопарда будет видна из многих точек города. А еще мне говорили, что наш леопард смотрит в сторону нахождения национального парка «Земля леопарда». И это очень символично. Художник Сони в России впервые. Владивосток, по его словам, прекрасный город с великолепными видами и сильными ветрами. К слову, погодные условия замедляют процесс работы. Например, невозможно рисовать в дождь. Но это вдохновению не преграда. В непогоду Сони тщательно подбирает палитру, в очередной раз продумывает каждую деталь. А наносить на стену рисунок дальневосточного леопарда площадью более 300 квадратных метров возможно лишь с помощью подъемника. Материалы для работы художника закупали в Москве. Всей цветовой палитры, которая необходима для изображения, во Владивостоке не найти. Совместно с Сони масштабный проект организует Международный фонд защиты животных и организация «Дальневосточные леопарды». Стену для граффити предоставил ДВФУ. «Владивосток был всегда в приоритетах. Не Москва, не что-то, а именно Владивосток, потому что тигры и леопарды здесь. И тогда мы подумали и сказали, что тигров больше, чем леопардов. Тигра ты уже нарисовал в Нью-Йорке. В Владивостоке должен быть леопард. Из чего мне написали Сергею Борисовичу Иванову письмо, сказали, не хотите ли вы поддержать этот проект. И мне очень приятно, что фонд «Дальневосточный леопарда» стал партнером здесь, в Владивостоке. И помог даже финансово, с экраном, с красками. Стену у видовой площадки на сопке «Орлиное гнездо» Сонни будет расписывать до 11 августа. Также на днях художник посетит национальный парк «Земля леопарда». А редчайший на планете кошки он мечтает знать больше. Помимо «Дальневосточного леопарда» в рамках акции также появится граффити с гориллой в Лондоне и слоном в Дели. Арт-проект завершится летом 2018 года проведением выставки в Лондоне. Арт-объект еще далеко не закончен, но туристы уже проявляют к нему живой интерес. И можно представить, какой восторг этот «Дальневосточный леопард» будет вызывать у них, когда предстанет во всей красе. Анна Бережная, Андрей Макаров. Новости на Восьмом. Остается надеяться, что похожие шедевры еще появятся в столице теперь уже Дальнего Востока. И будут напоминать жителям и гостям Владивостока об уникальной фауне, крае и хрупкости и уязвимости мира природы. Сейчас идем на короткую рекламу, после которой... Поезд с трофейной военной техникой «Сирийский перелом» прибудет во Владивосток в последних числах марта. Стань чемпионом во Владивостоке. Уникальный проект тестирует детей на предрасположенность к спорту. Спонсор новостей – травмпункт медицинского центра «САНОС». Экстренная плановая помощь при любых видах травм. Передовые технологии и современные методы диагностики для вашего здоровья. Телефон 260-60-40. Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра «САНОС» – это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложные диагностируемые повреждения. Травмпункт медицинского центра «САНОС». Мы заботимся о вашем здоровье. Сегодня с вами я, Марьяна Искевич, и мы продолжаем. Поезд с трофейной военной техникой «Сирийский перелом» прибудет во Владивосток в последних числах марта. Стань чемпионом во Владивостоке. Уникальный проект тестирует детей на предрасположенность к спорту. В России установлены новые правила призыва на военную службу. Теперь молодые люди, которым еще во время обучения в школе исполнилось 18 лет, будут иметь право на отсрочку от службы для того, чтобы поступить на бакалавриат. Таким же шансом смогут воспользоваться те, кто планирует освоить программы среднего профессионального образования. Кроме того, отсрочку получат и те, кто будет поступать на подготовительные курсы вузов. Теперь отмечают в Госдуме все молодые люди, уравнены в своих правах на отсрочку. В марте у жителей и гостей Владивостока будет возможность увидеть необычную выставку военной техники. Поезд музея под названием «Сирийский перелом» отправился из Москвы по городам России 23 февраля. На железнодорожных платформах размещены трофеи, отобранные у террористов в Сирии. Это более 500 единиц военной техники и образцов вооружения. Бронетанковая и инженерная техника, артиллерийское вооружение, бронеавтомобили, холодное и огнестрельное оружие, беспилотники, экипировка джихадистов. Также в поезде есть вагон-магазин, в котором можно приобрести памятные сувениры. По задумке авторов, поезд преодолеет десятки тысяч километров и остановится в 60 городах нашей страны. Маршрут военного эшелона от Москвы до Владивостока и обратно должен занять 75 дней. Сегодня поезд встречают в Новороссийске, а в Владивостоке необычный состав должен прибыть 27 марта. Лаборатория ДНК-диагностики школы биомедицины ДВФУ начала оказывать медицинские услуги по генетическому анализу биоматериалов. Теперь ее сотрудники на постоянной основе будут проводить лабораторные исследования для пациентов медицинского центра ДВФУ с помощью уникального оборудования современных генетических методов, оказывая пациентам медицинскую помощь с использованием передовых методов диагностики. Ученые получат данные о молекулярных причинах заболеваний. Это поможет не только конкретным пациентам, но и будет способствовать развитию новых технологий диагностики в лечении. В лабораториях собрано самое современное оборудование, к примеру, такое как роботодизированный комплекс для выделения, обработки и сверхчувствительной идентификации ДНК. Отметим, что в этом году школа биомедицины делает первый выпуск медицинских биохимиков и биофизиков, врачей, чьи профессиональные навыки направлены на проведение медицинской диагностики. День варенья прошел в Владивостоке. Серебряные волонтеры посетили краевую коррекционную школу-интернат, где научили глухих и слабослышащих детей искусству кулинарии. Такая акция прошла в рамках благотворительной программы под названием «Статус онлайн». В Приморье эту программу координирует общественная организация «Восток». Подробнее расскажет Дмитрий Беломеснов. Сегодня в коррекционной школе-интернате обучается и проживает более сотни глухих и слабослышащих детей. Но, несмотря на свой недуг, они занимаются спортом, наукой, творчеством. Один из таких детей – Дима Терпугов. О нем мы рассказывали в рамках проекта «От сердца к сердцу». Ранее Дима совсем не говорил. Сейчас, как отмечают преподаватели, мальчик достиг больших успехов. Он уже может произносить многие слова. Главная мечта мальчика – обрести семью. Глухие и слабослышащие дети – это особые дети. Они испытывают трудности в общении, и для них важна коммуникация с людьми старшего поколения. Для этого серебряные волонтеры организовали праздник «День варенья». Дети в знак приветствия приготовили для пожилых людей концерт, где показали танцы и жестовое пение. Любое общение для таких детей в принципе важно, потому что, насколько мы знаем, эти дети немного изолированы от общества, им тяжело находиться в обществе. И когда к ним приезжают люди, скажем, взрослые, опытные, которые могут их чему-то научить, что-то показать и рассказать, они всегда этому рады. В свою очередь сотрудники интерната показали серебряным волонтерам и местную достопримечательность – музей, где собраны вещи прошедших десятилетий. Многие эти экспонаты напомнили волонтерам детства, а после все отправились в столовую, где пенсионеры поделились с детьми своими кулинарными навыками. Любого человека нужно научить каким-то навыкам. И это всё в жизни всё равно пригодится. Мне вот в своё время пришлось, я в семье, например, старшая была, и мне мама с 5-6 лет уже учила. Волонтеры рассказали, как варить варенье, заваривать правильно чай, а также вместе с воспитанниками интерната лепили вареники. Готовить они вообще любят. Они вечером любят собираться в нашем кабинете домоводства, готовят различные бутерброды и их кушать совместно, пить чай. Это у них прям как традиция. Поэтому именно такие мероприятия, мастер-классы «Вкусные», как мы их называем, или проведение дня рождения, это, конечно, самое любимое занятие наших ребят. Восприятие мира у глухих и слабослышащих детей отличается от того, как ощущают действительность здоровые ребята. Нарушение слуха – это определенного рода изоляция, и она отрицательно влияет на различные виды деятельности. Общение со зрелыми людьми, у которых за спиной богатый жизненный опыт, важная и полезная практика для таких ребят. А представителям старшего поколения, в свою очередь, очень важно ощущать себя нужными и в меру своих сил помогать тем, кому это так необходимо. Дмитрий Беломестнов, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом. В Приморье продолжается подготовка к масштабной образовательной акции «Тотальный диктант», которая пройдет 13 апреля по всему миру. Подтянуть свои знания и вспомнить правила русского языка можно и в режиме онлайн. Занятия в онлайн-школе по подготовке к «Тотальному диктанту» будут проходить по средам в 15.30 по московскому времени в прямом эфире на сайте проекта. Записи будут доступны круглосуточно, вплоть до дня проведения диктанта. На подготовительных курсах участники повторят правила, которые пригодятся при написании диктанта. Программа составлена на основании текста автора этого года Павла Басинского, так, чтобы охватить особо сложные случаи. Участники онлайн-школы смогут в прямом эфире задать уточняющие вопросы. Для жителей Приморья по четвергам в 19.30 по местному времени будет доступна запись лекции с возможностью задать вопросы в чате филологам-экспертам «Тотального диктанта». Кроме того, жители и гости Владивостока ждут на трех площадках города, где также проходят очные бесплатные курсы. Это в ГУЭС, ДВФУ и библиотека БУК. 16 марта исполняется 160 лет со дня рождения признанного изобретателя радио Александра Степановича Попова. Первый сеанс радиосвязи русский физик провел 7 мая 1895 года. Сегодня мой коллега Евгений Черемухин расскажет о достижениях радиотехники и радиожурналистике в 20 и 21 веке. Подробности в следующем сюжете. Изобрести способ доставлять сообщения без проводов быстро и качественно люди пытались давно. В 1888 году Генрих Герц опубликовал результаты своих опытов с излучателем электромагнитных волн, и ученые всего мира ринулись в бой, пытаясь усовершенствовать процесс. В России этим занимался Александр Попов. Итогом его кропотливой работы стало изобретение сначала первой в мире антенны для беспроводной связи, а после и первого радиоприемника. Свой прибор изобретатель продемонстрировал 7 мая 1895 года на заседании Русского физико-химического общества. С тех пор за этой датой закрепился статус дня рождения радио. Через несколько минут он начнет передавать сигналы, которые будут приняты в этой аудитории и записаны на телеграфной ленте. Простите, велико ли расстояние до химической лаборатории? 126 саженей. Сегодня радиотехнологии получили столь широкое распространение, что появился целый социальный пласт. Они не стесняются и называют себя просто, но броско – радиолюбители. Во Владивостоке тоже есть радиоклуб, а его участники – не только взрослые и опытные радисты. В кружок приходят школьники и студенты, чтобы погрузиться в мир герц, частот и помех. Сейчас нам сложно в современном мире уже представить что-либо без радио, потому что все, что нас окружает – обмен информацией, получение информации, средства коммуникации – это все идет с использованием тех открытий, которые сделал Александр Сергеевич Попов именно с радио. Благодаря радио мы принимаем информацию, обмениваемся с коллегами, пользуемся сотовыми телефонами. И в настоящее время просто трудно представить, как можно обойти без таких современных средств коммуникации. Для любительских радиостанций существует специальный регламент. Им разрешено вещать в особом диапазоне, который называется гражданским. Дело в том, что на других длинах радиоволн работают самолеты, полиция, военные и многие другие службы. Если бы не было подобных правил, в радиоэфире творился бы настоящий хаос. Каким образом происходит работа любительской радиостанции, для этого необходимо встать на отведенный участок диапазона для того или иного вида модуляции. Выберем частоту свободную. Мы слышим, что в эфире появилась радиолюбительская станция, обменивается с коллегой информацией. Александр Попов хоть и был первым, кто представил радиоприемник, но в некоторых государствах это до сих пор не признаётся. Всему виной гласность. Во время своего доклада Попов был связан обязательством о неразглашении, под которое подпадала его работа в тогдашней Российской империи. Однако профессиональный радиоведущий Владивосток «Арьяна» защищает честь изобретателя даже спустя столько лет. «Хватит воровать наше изобретение. Радио – это наше». Кроме шуток, несмотря на различные мнения в разных странах мира, факт остаётся фактом. Раэксандр Попов был первым, кто продемонстрировал миру данную технологию. И этому есть документальные подтверждения. Однако как бы удивился великий русский изобретатель, если бы узнал, как больше, чем через сто лет будут работать радиоведущие. «Жизнь современного радиоведущего облегчена настолько, что это просто космос какой-то. Техника настолько усовершенствовала, что если раньше нужно было плёнки отматывать, бобины, диски, мини-диски, и всё это обладать, иметь восемь рук для того, чтобы всё это срастить». Несмотря на то, что радио – дело серьёзное, здесь находится место и творчеству, и интерактиву. Так, на радио Ви-Би-Си сегодня большой популярностью пользуются шоу «Экватор» и «Сестрёнки». В одном ведущие общаются в прямом эфире с приглашёнными гостями, тогда как в другом разыгрывают призы и делают конкурсы для всех заинтересованных радиослушателей. В целом, радио и по сей день остаётся удобным и популярным средством получения информации, особенно для автолюбителей. А развитие интернета сделало его доступным на любом домашнем компьютере и даже смартфоне. Евгений Черёмухин, Игорь Болтов. Новости на восьмом. Уникальный спортивный проект «Стань чемпиона» стартовал во Владивостоке. Программа специальных тестирований позволит детям узнать, к какому виду спорта они больше предосположены. Это поможет исключить отсев талантливой молодёжи и направит её в нужные дисциплины. Подробности расскажет Максим Яковлев. Ленточка перерезана, а значит новый значимый проект открыт. До Приморья добралась федеральная инновационная программа «Стань чемпионом». Теперь прямо здесь любой желающий ребёнок сможет пройти специальное тестирование и узнать, к какому виду спорта он предрасположен. Он рассчитан на, если не память не изменяет, на три года для начальном этапе. Он пока здесь реализуется у нас в городе Владивостоке. Если будет необходимость того, чтобы переехать в какой-то другой город, в другой район, мы можем это организовать и как раз провести тестирование практически на всей территории Приморского края. Проект «Стань чемпионом» внедряется в восьми субъектах России с 2019 года. На Дальнем Востоке это пока только Приморье. Здесь программа будет отныне базироваться в спорткомплексе «Олимпиец», а точнее в Краевом департаменте спорта. Комплексное тестирование рассчитано на детей от 6 до 12 лет и проводится бесплатно. Узнать, подходит ли тот или иной вид спорта своему ребёнку уже стремятся многие родители. Соня прошла уже и фигурное катание, и плавание. Сейчас занимается лёгкой атлетикой, танцами. Куда больше организма её, так сказать, чтобы ей не преодолевать какие-то сложности, связанные физиологически, чтобы ей было это проще. Мне кажется, для родителей это очень интересно. Само же тестирование учитывает самые различные показатели. Рост, вес, сила прыжка, равновесие, внимательность, реакция и тому подобное. Специальные волонтёры помогут всё пройти и уже примерно через полтора часа выдадут или отправят по электронной почте итоговый результат. Проект рассчитан на то, чтобы уменьшить количество случаев отсева детей на этапах начальной спортивной подготовки и в перспективе повысить конкурентноспособность приморских спортсменов. В рамках этой системы проводится психофизиологическое и функциональное тестирование. Также проводятся антропометрические исследования и измерения и спортивное тестирование. Конечный результат сейчас выдаёт человек с помощью программы. В последующем выдавать результат будет машина. Для того, чтобы пройти бесплатное тестирование, родителю ребёнка нужно зайти на официальный сайт проекта, выбрать город Владивосток и найти свободное время. Для оформления понадобится пара документов и справка о том, что ребёнку можно заниматься физкультурой. Также дополнительную информацию можно узнать по телефону 8 800 505 75 00. Максим Яковлев, Алексей Заровный. Новости спорта на 8. И напоследок ещё раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Ещё в 13 муниципалитетах Приморья с 15 марта официально открыт пожароопасный сезон. С начала года на землях лесного фонда Приморья зарегистрировано 260 лесных пожаров. В субботу, 16 марта, на набережной Цесаревича состоится пикет в защиту косаток и белух из китовой тюрьмы под находкой. А судьбу животных должны решить лучшие умы академической науки. Знаменитый граффити с дальневосточным леопардом доживает последние дни. Снос корпусов бывшего ДВГТУ идёт быстрыми темпами. Поезд с трофейной военной техникой «Сирийский перелом» прибудет во Владивосток в последних числах марта. Серебряные волонтёры помогают слабослышащим детям адаптироваться в жизни и учат кулинарному искусству. Стань чемпионом во Владивостоке! Уникальный проект тестирует детей на предрасположенность к спорту. На сегодня это всё. Есть что добавить. Заходите на страницы 8-го канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдёте все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте его по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните уже завтра, вы можете стать автором и новостей. Хотите о чём-то рассказать городу? Мы поможем. Восьмой канал. Главное. Владивосток. Сразу после прогноз погоды. С вами была я, Марьяна Ицкевич. Увидимся на Восьмом.